Первое, на что обратил внимание Сергей Сергеев, располагающийся на пути к привозу торговые объекты на улице Парковой. Окурки, бутылки и полные мусорокоробки у магазинов, неухоженные клумбы и грязная плитка. Вот так выглядит арендуемая территория сегодня. Просили, чтобы построили, открыли. Вот тут вот в клубе посмотрели, что там. И полная плитка, полная. И захожу еще и хомяк, спрашиваю, кто арендатор? А зачем? Это что такое? Я их что уговаривал? Что на этой клумбе нельзя зелень посадить, цветы посадить? А в этой вот окурке было тьма. Убрали за 3 минуты, ну не за 3, 15 минут выходили, за 15 минут они убрали. Это же надо делать каждый день. Каждый должен возле себя наводить порядок, в ракерусе, по проезжей часа. А когда заявляют, что это муниципальная земля, и каждый должен, я часто это слышу, этого быть не должно. Неужели я выхожу со своего двора и, видя вот это все безобразие, я буду терпеть? Ну тогда рожная цена как хозяин. Нерадивым собственникам придется прислушаться к справедливой критике и исправить положение, либо освободить торговые площади. Время для посещения ярмарки привозом Иранапа Сергей Сергеев выбрал самое удобное для покупателей. Народу на ярмарке, как и положено на ярмарке. Одни закупают кубанские натуральные колбасы, сыры, овощи и фрукты к праздникам, другие готовятся к сельхозработам, выбирают рассаду. Кроме стандартной помидоры и огурцы, спросом пользуются саженцы арбузов. Хозяйка личного подсобного хозяйства из поселка Стрелка Тимрюкского района Татьяна Скрипник торгует с первого дня работы привоза, уже пять лет. Довольно. Покупатели постоянные, спрос не падает. На земле это что-то тяжело? Тяжело. Мне всегда говорят, ты когда будешь отдыхать, не отдыхай. То есть у нас в этих домах 64 лет. За ценовой политикой здесь следят строго. Постоянный мониторинг ведут сотрудники Управления сельского хозяйства администрации Анапы. Вся полезная информация с указанием стоимости, представленной на привозе продукции, на стендах у входа на Восточный. По статистике, цены на анапских ярмарках-привозах ниже рыночных от 10 до 30%. Сергей Сергеев пообщался со многими предпринимателями. Получил информацию с первых уст, узнал о проблемах, возникающих в организации торговли. Впечатлениями от рабочей поездки мэр поделился в своем микроблоге. На Восточном на привозе многолюдно, а рядом, где перекупщики, покупателей почти нет. Это понятно. Людям нужна местная продукция. Наша задача – расширять географию, привлекать производителей со всего Краснодарского края и предлагать такие условия, чтобы крестьянам было выгодно торговать у нас. Это и увеличение ассортимента, и уменьшение цены. Увеличение числа привлеченных предпринимателей и количество торговых точек требует и расширения территории ярмарки-привоза. И это ближайшая перспектива. Для кубанских сельхозпроизводителей создадут оптимальные условия для работы.